я вам все пихаю тему частного бизнеса потому почему-то почему-то мне кажется что работа в дмш это когда дорога в тупике это как и нищенство это как и какой-то там я помню я училась но даже и в училище в институте из искусства воронеже у нас вот этот помню идут эти вот глыбы такие вот признанные типа дыка это дацет они там профессора какие-то и они даже не здороваются студентами я так думаю субординация наверно стоит и между самими педагогами кто с кем здоровается кто с кем не здоровается это какой-то ужас то есть нужно быть вторым третьим курсом чтобы кто-то там сказал привет здравствуй вика ты не здороваешься ровно год и она тебя в упор не видит в общем мне вот это вообще не надо вот знаешь ходить и быть новым педагогом с которым никто не считается опять же зарплата маленькая ученики может быть не хотят играть ту программу которую мне приходится давать понимаете вот какой то вообще дорога в никуда вот так я хочу сказать что если вы идете сейчас например в частный бизнес я не представляю как это происходит в воронеже или в Туле или в Бресте или где-нибудь там Кишиневе но в принципе я думаю что если родители согласятся на наверное все таки лучше преподавать онлайн потому что не надо никуда ехать транспорт сидеть не надо потому что я не знаю как вот сидишь в машину да в дороге там колесо скачет потом там есть седешь какой-то маршрут не знаю маршрутку или в убер или куда-то едешь куда-то приезжаешь подъезд там какой-то пьяный написано на ступеньках я не знаю зачем так вот сидишь дома в тапочках розовых зайчики ушки купите тапочки поставьте рядышком какую-нибудь там не знаю подушечку этого козерога юникорна и и наслаждайтесь жизнью вот и чем можно объединить вот как можно развить бизнес чтобы вы были лучше школы я могу сказать номер один почему вы может быть лучше школы почему ученики пойдут к вам потому что много недовольных музыкальной школы много недовольных музыкальной музыкальной школой то есть если у вас появится допустим два-три человека которые будут говорить ой до талии ванны ну просто ну реально воплощение мечты вот просто какое чудо что я к ним попал делайте домашние концерты делайте чаепитие там не за раз в месяц какие-нибудь там пусть они к вам может быть приходит и у вас какую-то может быть игровая зона доме вы организуйте какую-то игровую зону с какими-то там пазлами с мягкими игрушками из даже все что угодно чтобы детям хотели к вам там раз в месяц приходит три урока онлайн а четвертым можно сделать групповой где они могут быть там объединяться какую-то теоретическую игру или какие-то интервалы реки слушания баха и после этого чаепития печеньки вот так что я считаю что большинство вам нужно понимать что пока вы в дороге вы деньги не зарабатываете а когда вы сидите дома и у вас посту ученики идут-идут даже если это минимальные деньги и за сколько на какую цену вы пойдете чтобы это было ну как все таки достойно все грубо говоря все равно как какое-то количество будет появляться если рекламу толкать и же по если поставить себе задачу ежедневно пробивать свою рекламу ну как там искать пути где там ученики в школах вешать объявления не знаю библиотеках каких-то детских центрах до договориться может быть с кем-то начать что я повешу объявление там я хочу искать частников я не знаю как это происходит я не знаю вот но тем не менее если это делать регулярно и активно то наверное у вас появится три-четыре человека так потом этих 3-4 человек точно наверняка есть какие-то знакомые которые ходят в эту музыкальную школу в которой наверняка у них крышу сносит несколько зачем те школы а второй вариант чем вы лучше почему вы к вам пойдут потому что у вас нету сольфеджи теории всех этих предметов экзаменов и нервотрепки вы вообще противоположность нервотрепки вот есть нервотрепка дэмша а вы противношку тут север и юг вот вы юг например да или там вот вы вообще другая у вас можно занятия переносить вы не ругаетесь вы не кричите вы не бьете по ногу по рукам по ногам то есть у вас на хорошее настроение а чего у вас плохое настроение ну как у вас может быть плохое настроение мне кажется это в школе там сидишь там сносит на части все мозги ты дальше несешь эту энергетику вот дальше да вот эти всякие эти игрушки в школу ты же не принесешь игрушки идешь с этим рюкзаком там эти игрушки торчат а потом обратно в рюкзак запихиваешь и в маршрутку офигеть вот так я хотела вот что сказать но я считаю что как только учеников появится но по крайней мере человек 12 то их нужно описать все время объединять то есть делать свою маленькую школу что в этой маленькой школе тоже были какие-то но я не могу сказать родительские собрания но хотя я думаю в трагическом собрании мне кажется в россии мамочки активные они любят родительские собрания можно тоже на чай пригласить мам поговорить что можно там придумать такое что для детей чтобы какие-то может быть действительно здесь занять какой-нибудь там автобус снять в автобус и поехать куда-нибудь там в другую область и сыграть в другую область и какой-то концерт дать давайте если вы будете активно и вы будете как-то искать пути чтобы дети играли рек тайм вот эти вот не 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 черни а просто те пьесы которые любят да то можно найти места где дети будут играть а что еще детям надо одеться красиво родители хлопают какие-то подарки раздать да то есть не то что там не сдашь экзамены тебе мама будет ругать наоборот пусть они сыграли одну пьесу да рам не за этом может быть раз четыре месяца куда-то их там вывозить явно на вашем месте обязательно сопровождал эти концерты каким-то подарками для детей и какими-то тортиками ну взять купить или испечь может быть его среди вас любители кулинарии я печь не умею но куплю вкусный тортик эти пластиковые купить стаканчики там водичку тортики и всяких там безделушек можно даже этих композиторов купить я не знаю сколько они у вас стоят каждому ребенку сдать они будут не знаю мои дети очень любят этих бюсты композиторов вот вот то есть идея с тем что вы отличаетесь от школы тем что вы не обязаловка у вас будет совершенно другие правила я настаиваю все-таки на онлайн и все-таки надо искать те пути чтобы ну значит какой-то интернет должен быть значит наставить на интернете наставить на то что ребенка был инструмент так вот и я считаю что детей нужно обязательно вывозить чтобы они играли на концертах в живых ну я не знаю может быть у вас какие-то дома престарелых где они у вас там собираются и можно там тоже не каких-то там страшных а вот какие-то может быть чистенькие есть но при церквях может быть где-то сейчас я думаю в россии сейчас как-то церкви стали популярными найдите может быть даже с музыкальной школе может договориться можно привезу детей там в субботу четыречные не знаю я не знаю если бы я знала я бы сказала четко я просто предлагаю вот и вам нужно родить дружить с родителями потому что с родителями вам потом придется долго общаться это как бы ваша и как бы помощь с интернетом здесь с девайсами это вы же с ними будете ли что ребенку нужно купить девайс ребенку нужно хороший интернет родители нужно родители нужно как бы на эту тему прорабатывать вот и сейчас вообще я говорю сейчас на планшете можно ноты ставить не надо ничего покупать раньше нужно было но то покупать пока вот эти все учебники у меня все родители покупали дорогие учебники вы думаете американцы прям что расплюнуть купить нет как бы не все хотят я говорю покупайте у меня как бы по-другому не заболуешь у всех всех детей по 5 таких сборник вот каждый сборник стоит он написано 1795 это здесь написано что я учительница они покупают в амазоне там еще на 4 доллара дороже по 22 доллара один один учебник они покупают вот часто видите и можно скачать и скопировать из и на планшете все сделать в общем мне кажется сейчас сейчас нужно как-то вот думать в этом как появилась какая-то вы знаете возможность вздохнуть свежим воздухом и нужно этот возможность как бы не упустить потому что я не знаю почему можно спать дальше можно спать дальше и как бы наверное привычка тоже можно привыкнуть и жить до конца жизни так а можно сейчас резко соскочить с того что было отрезка соскочить и я я не верю что не получится честно говоря просто не верю что детей очень много детей очень много и знаете мы с вами нашей музыкой вот почему все это делаем ну как бы мы не то что стулья делаем берем стул построили сели сидим да мы стуле сами не делаем мы не сидим на нашем у нас нет такого материально что мы сделали и сели до или в рот положили до музыка это не яблоко музыка это не стул но вы знаете мне кажется вот если мы в сердце наших детей сделаем эту красоту эти звездочки наверное ну грубо говоря войны не будет понимаете не будет не будет каких-то плохих вещей и наверняка будут больше изобретать и изобретение ну как айфона изна и видит все творения это наверное того что мы будем вода воображение в людях поэтому мы несем в жизнь просто прекрасная вот и дмш просто нас всех даже педагогов делают узколобами а если мы от уйдем от дмш я думаю дмш какая есть на в любом случае идет катастрофе это просто не знаю почему до сих пор не случилось я думал что она уже как-то умерла во время как я уехала из россии но начать не умерла стойка такая но она не не будет жить долго то есть придет то поколение которое то есть дмш снесет либо это будет из-за коронавируса либо из-за чего-то еще но как бы я считаю что нужно развлитвляться как бы дерево отвлитвляться веточка туда веточку сюда веточку туда джаз больше джаза больше аранжировок больше я не знаю чего-то еще вот но больше честного бизнеса